Мне, пожалуйста, угадывали ли вы когда-нибудь мысли других? Наверняка нет, а магии и волшебники могут это делать, и не используя никакой современной аппаратуры, ни радиопередатчиков, ни микрофонов, они могут передавать мысли на расстояние. Именно за этот раздел отвечает ментальная магия. Прошу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Во время этого номера от вас потребуется активная помощь. Я пойду в зал, буду к вам подходить, а вы мне будете показывать те предметы и вещи, которые оказались у вас с собой. Вы мне их покажете, а Лариса стоит здесь на сцене с завязанными глазами, попытается угадать, что же вы мне предложили. Итак, мы начинаем. Пожалуйста, прошу вас, приготовьте что-нибудь такое необычное и нестандартное, или наоборот, что-нибудь очень простое и обычное, что есть в сумочках, в карманах или даже в кошельках, что очень интересно. Ну а мы попробуем, попробуем это все угадать. Итак, скажите, что у меня в руках, простите, что у меня... Лариса, отвечайте, что это такое? Вам предложили документ, это паспорт. Погласно, совершенно верно, Лариса, благодарю. Да, кстати, каждый паспорт имеет свои усилия и номер. Давайте так, номер, быстрее. Прошу вас, будьте добры, номер этого паспорта. Номер этого паспорта. Номер, точнее, а, скорее, отвечайте, номер этого паспорта. Принусочку 162390. Правильно, отлично. Имя владельца, пожалуйста, назовите имя быстрее. Владельца зовут Алексей Викторович. Алексей Викторович, Лара, сейчас снимали. Точнее, назовите, вот, вы знаете, потому что правильно фамилию? Алексей Викторович. Говорите. Минуточку, я могу ошибаться, Стебуров. Тебунов, Лара, вот, сосредоточек. Пожалуйста, это была сложная фамилия, но мы продолжаем. И мне предлагают, Лара, постарайтесь, отгадайте, не медленно, что это. Ну, не медленно, а, Лара, постарайтесь, что это такое. Не медленно, говорите. Правильно, скажите, что это такое. Скорее, отгадайте. Минуточку, это аппаратура, серьезно, это бинокль. Бинокль, правильно, люди, они там научились бинокль рассматривать, потому что можно что-то увидеть, наверняка можно. Скажите, что мне предложил молодой человек в этом лиду? Быстрее, отвечайте, что мне предложил молодой человек? Он предложил вам деньги, 10 рублей. А что, 10 рублей это деньги? Ну, да, 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 точно. Но даже 10 рублей, оказывается, имеют свой номер. Быстрее, номер этой купюры. Лариса, прошу вас, отвечайте, номер купюры. Номер этой купюры? Будьте добры, отвечайте, прошу вас, номер этой купюры. 1 миллион 560 тысяч 206. Правильно. Это ваша купюрка. Спасибо, Лариса. Благодарю вас. А мы продолжаем. Меня интересует вопрос. Такой, скажем так, вот, ну, скажем что-нибудь такое. Знаете, раньше часто все-таки деньги предлагали, не 10 рублей, а, имею в виду, деньги предлагали. Поэтому, пожалуйста, приготовьте любую мелкую 100-долларовую купюрку. Пожалуйста. А мне предложили... Лара, прошу вас, отгадайте попыстрее. Говорите, не имеете. Что это такое? Необычный предмет. Может, обычный. Это уши. Уши, уши, надо же. С тобой придется неправильно. Действительно, музыка такая громкая. Пригодятся, пригодятся. А вы продолжаете. Нет, пожалуйста, прошу вас. Что-нибудь такое... Скажите, кто это сидит? Это сидит молодой, симпатичный человек. Молодой, симпатичный? Что если это вы так считаете? Это он так считает. А что и правильно считаете? Девчонки, смотрите, молодой, симпатичный. Здесь сидит, спасибо, Лариса, благодарю. А мне предложили, Лара, подумайте. А, не, 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 отгадайте, а что это такое? Девчонки, пригодайте, что это такое? Нет, скорее отвечайте, что это такое? Минуточку. Это физика. Физика. Вы пришли сюда на уроки учить. Отлично. Правильно. Там на этом место. Спасибо, Лариса, благодарю. Ну и еще, пожалуйста, все-таки, что это... Лара, скорее отвечайте, что это такое, пожалуйста? Вам предложили карточку. Карточку. Имя владелец. Пожалуйста, не имеете имя владелец. Прошу вас. Анна Николаевна. Анна Николаевна. Лара, а сейчас, точнее, отгадайте, немецкий, подумайте и скажите фамилию Анны Николаевны. Не задерживайте. Немецкий, пожалуйста, фамилию Анны Николаевны. Минуточку. Тимофеева. Тихо, нет, Тихо, Мира. Лара, не приноточьтесь. Пожалуйста, святошься. А вы думаете, легко, что ли? Конечно, не очень легко. Лара, точнее, назовите, что это такое. Ну, понимаете, отгадайте. А вы предложили минуточку. Это телефон. Телефон. Фирма, Лара, правильно, скажите, фирма этого телефона. Фирма этого телефона. Нокия. Отличный телефон. Великолепная фирма. Вот он такие. Спасибо, Лариса. А вы что-нибудь еще? Ла-о-о. Не спешите и вот... Скажите, правильно, что это такое. Точнее, что это такое. Вам предложили зону. Правильно, по сезону. Отлично. Спасибо, Лариса. Благодарю вас. Ну, и еще вопрос. Лара, понимаете, отвечайте скорее, что это такое. Вам предложили косметическое средство. Это лак. Лак? Нет, это косметическое. Это блеск. Вот так, Лара, блеск, лак, оказывается, отличается. И все-таки я бы хотел еще, может быть, скажите, не спешите, вот, назовите, пожалуйста, что это такое. Вам предложили зеркало. Да, совершенно верно. А это что? Это очки. Очки какие очки? Это медицинские очки с диоптриами. Очень молодые, тут красивые очки, должен вам сказать. Ну, еще что-нибудь такое, пожалуйста, прошу вас. Говори, что у меня в руках сейчас? Спасибо. Говори, что у меня в руках сейчас?